Российский Союз поможет решить проблему интернет-дефицита. На космодроме Байконур готовят к пуску ракету-носитель «Союз-2-1Б». В канун новогодних праздников она выведет в космос 36 аппаратов связи «Онвеб». В этом году это будет уже восьмой запуск британских спутников связи российской ракетой. Пять пусковых кампаний прошли на космодроме «Восточный» в Амурской области. Два старта на космодроме Байконур. Все пуски успешные. Сегодня Российский Союз – одна из самых востребованных ракет-носителей на рынке пусковых услуг. По контракту с иностранцами «Союзы» должны вывести на орбиту свыше 600 космических аппаратов «Онвеб». Для нашей космической отрасли, ракетно-космической отрасли, можно сказать, что «Онвеб» – это якорный заказчик. Это загрузка ИНПУ «Лавочкина», который делает разгонные блоки «Фрегат» «Союзы». Это РКЦ «Прогресс» «Самара». Это и двигатели для спутников, между прочим, более 600 двигателей изготавливает факел калининградский. Это и загрузка ЦИНКИ обеспечивает пуск из космодромов. Ну и, безусловно, загрузка «Восточного», новейшего российского космодрома. По замыслу разработчиков, система спутников будет работать на высоте 1200 километров. Большое количество аппаратов обеспечит высокоскоростной сигнал интернета по всему миру и удешевит услуги связи. Нулевой километр ангары обретает облик. Стартовый стол, он же нулевой километр – это начало космического пути для ракеты. Ведь космос начинается на Земле. На космодроме Восточного Мурской области в начале Нового года приступят к возведению главного сооружения стартового стола – кабель заправочной башни. Мороз за минус 30, но главная площадка будущего старта тяжелой ангары уже раскрыла свои мощные ладони, космическому горизонту. Были доставлены составные части первых четырех этажей кабель заправочной башни. Они доставлены на площадку. Будет проведена крупноузловая сборка составных частей кабель заправочной башни, чтобы в начале следующего года по достижению строительной готовности приступить к началу монтажа с первого по четвертый этаж. 70-метровая башня будет главным помощником при подготовке к пуску ракеты-носителя «Ангара». Первый старт «Ангары» запланирован ровно через два года. А в 2025-м на «Ангаре» уже полетят космонавты. При создании новой российской орбитальной станции «Рос» инженеры-конструкторы отработают технологию строительства кораблей, которые отправят к другим планетам — Луне и Марсу. «Рос» придет на смену МКС и по планам «Роскосмоса» должна стать большим шагом вперед для отечественной космонавтики. Пока «Рос» — это два больших модуля и группа малых модулей. Малые модули — это служебные модули, стыковочные модули. Если все сложится нормально, как планируют, то на следующий год должен быть проведено эскизное проектирование по «Росу». И мы в этом эскизном проекте примем участие. Головной там РКК «Энергия». Мы по наземной космической инфраструктуре. Составные элементы новой орбитальной станции запустят с самого молодого и перспективного космодрома страны «Восточный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова